всем здравствуйте давайте приступим к верстке нашего проекта на моей странице github вы увидите вот такую структуру папок в одной из папок layout есть есть папка с boilerplate и есть просто один простой пример то есть наши старые нашего старого нашего старого дизайна то есть вот этот вот пример для начала я скопирую папку с репозиторием себе на локальную себе в локальную папку ну как это сделать значит если вы не знаете то в гитхабе есть вот такая кнопочка клоуна download вы можете либо просто нажать download zip и загрузить всю весь репозиторий себе куда-нибудь локально то есть в виде zip файла распаковать его если вы не хотите заморачиваться заморачиваться сейчас гитом так и сделайте я же воспользуюсь гитом скопирую ссылочку открою папку в каком-нибудь диске данном случае диск d создам здесь папочку repo2 и правой кнопкой мыши выберу git clone обратите внимание вот эта программа клиент которая работает с гитом git totos возможно вы с ней знакомые и работать очень легко нажимаем ok и весь репозиторий копируется лока на локальную папку теперь структура наших папок полностью повторяется с структурой папок гит хаб откроем layout здесь я добавлю папочку lesson lesson 1 она будет у вас дальнейшем доступна также в репозитории гит хаб и здесь смотрите есть папочка с именем bootstrap 4 более плейд я просто скопирую эти файлы и вставлю их lesson 1 что делают все эти файлы единственная задача вот этого проекта более плейта это просто соединение нескольких файлов в один то есть смотрите здесь есть файл хэдер верхушка нашего сайта есть футер подвал нашего сайта и все остальные файлы будут располагаться в папочке контент допустим индекс при выполнении команд эти все файлы будут конкатенироваться то есть объединяться в один файл что нам позволит крайне удобно верстать то есть не дублировать несколько раз футер и хэдер для того чтобы работать современные верстальщики используют ноут с возможно вы знаете что и такое можем перейти на проект ноут с . org если у вас сейчас нет ноут с и вы не знаете что и такое установите версию допустим current моем случае это 1040 но вашем случае скорее всего будет выше установите себе на компьютер и у вас будет доступна команда npm откроем консоль наберите здесь просто npm тире в то есть version если у вас показана версия на все хорошо у вас установлен npm вы можете запустить консоль прямо в корне свой вот этого проекта куда мы скачали все наши файлы и папки как это сделать либо зажав shift нажать правую кнопку мыши и найти команду open powershell windows here либо просто вот здесь вот в строке адресной набрать кмд и нажать enter тоже откроет консоль третий вариант который я использую я обычно открываю в внутри проекта то есть в корне своего проекта вижу studio кода у меня здесь есть соответствующий пункт open with code опять таки вижу studio код это еще один проект от microsoft абсолютно опенсорсный редактор который вы можете скачать для любой современной операционной системы здесь сочетание клавиш control тильда или клавиша и о вы можете запустить консоль то есть откроется терминал либо во вкладке view выбрать соответствующий пункт integrated terminal здесь я также могу писать любые команды подобно тому какие-то делаю в консоли npm b так как у меня установлен npm все что мне нужно теперь сделать это нажать npm то есть набрать npm install либо сокращенный вариант и наш npm или note package manager потянет все зависимости которые он автоматически видит в файле package.json обратите внимание здесь есть несколько dependencies или зависимости это bootstrap 4 которым будем использовать и другие служебные модули которые нам пригодятся для объединения файлов в одну в один файл и так у меня установились все необходимые зависимости в корне моего проекта появилась еще одна папочка ноут модуль это не что иное как все модули которые необходимы для работы теперь вам необходимо установить галп систему который будет объединять наши файлы обратите внимание в корне проекта есть файл галп файл галп это еще один еще одна программа она помогает нам работать с различными файлами в процессе верстки либо какой-либо другой фронт-энд разработки в любом случае проверьте если у вас галп скорее всего если вы не знаете что это у вас вряд ли есть галп чтобы установить галп наберите также npm и global галп и он установится в наш компьютер то есть как вы видите но здесь это мощный инструмент он может установить что угодно у себя из репозитория нам для этого даже не нужно указывать какой-либо юрел адрес в интернете после того как установили галп просто наберите команду галп запустятся соответствующие команды которые прописаны файлы галп файл но это не так важно для вас сейчас обратите внимание появилась папочка билл в этой папочке появился файл индекс html который соответствует индекс html в папке контент если я сюда добавлю какое-нибудь описание то есть в хедер допустим давайте напишем и закомментируем его а также сохраним файл то мы видим что галп запускается то есть он опять пересобирает наши файлы он берет фактически он берет все файлы в папочке контент объединяет их вместе с файлами хедер и футер а результаты результирующие файлы показывает нам в папочке билд то есть обратите внимание у нас появился хедер наверху нашего файла html если я сделаю то же самое футере допустим футер сохраню то обратите внимание ничего не появилось в данном случае просто перезапустите галп наберите еще раз галп enter и обратить внимание появился футер то есть теперь все заработал но в моем примере я футер почти не используем будем использовать хедер и файлы внутри папочки контент ну что ж с настройкой мы закончили теперь мы можем в принципе прикрыть папочку бил ты не уже туда не заходить а создавать верстку прям вот здесь вот файли индекс давайте разнесем сразу по файлам хедер и футер соответствующие соответствующую html разметку то есть возьмем body вырежем все это и перенесем хедер обратите внимание закрывающие тега здесь нет также перенесем оставшиеся в футере теперь если мы будем что-то писать файл индекс сохранять его то в папочке билд у нас будет соответственно появляться вот такой вот соединенный файл до соединенный с хедером и футером файл хочу отметить что вы не вам не обязательно использовать галпы вот эту всю систему сборки для того чтобы сверстать пример но на мой взгляд это очень удобно ну что ж давайте приступим теперь к верстке нашего примера